Сотрудников Росгвардии учат не только защищать Родину с оружием в руках, но и оказывать помощь в экстренных ситуациях. Младший сержант Дмитрий Богатырев по пути на службу остановился и помог пострадавшим в аварии. Возможно, его профессиональные действия спасли людям в жизни. Сам военнослужащий говорит, что на его месте так поступил бы каждый. Я считаю, что служба это не только выполнение обязанностей, какого-то долга служеб, не только это рабочее время, но и нужно себя правильно повести в ситуациях, в быту, в жизни. На торжественном митинге, посвященном Дню воинских частей по охране важных государственных объектов, Дмитрий Богатырев и других военнослужащих наградили за добросовестное исполнение обязанностей. Им вручили памятные подарки с символикой Саровского соединения и очередные воинские звания. С поздравлениями к личному составу воинских частей обратились руководители города и отметили важность и значимость работы сотрудников Росгвардии по охране ядерного центра. Вы выполняете серьезную задачу, которая видна нам здесь в городе всем и все с большим пониманием относятся к ее важности. Я желаю всему личному составу крепкого здоровья, благополучия вам, вашим близким. Председатель ветеранской организации войсковой части 3274 отметил, что в Саровской дивизии чтят воинские традиции и опираются на опыт своих предшественников. А это значит, что рубежи города и ядерного центра находятся под надежной охраной. И мы надеемся, что вы, будучи преемниками наших ветеранов, успешно выполните те поставленные задачи, которые поставлены вам присягой, приказами старших начальников. И внесете свой большой вклад в укрепление нашего соединения и внесение славных боевых традиций. С праздником вас! Специальные части ведут свою историю с послевоенных лет, когда Советский Союз начал восстанавливать обороноспособности и создавать ядерное оружие. И вот уже 73 года воинские части по охране важных государственных объектов стоят на страже секретных предприятий. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.